Ах, черт, мы снова идем. Также постарайтесь не хамить лично президенту. У нас есть указ, на самом деле. Который мы можем подписать, но это минус 8%. Это опасно. Это прям опасно, очень опасно. Надо думать. А еще я помню, что должны быть расходы у нас на премии. 4 миллиона 113 тысяч. Это просто жесткач. Просто жесткач. Я думаю, что дело с этой Сашей, потому что она с нами толком не работает. Вот мы ей платим. 180 тысяч в месяц. Это все классно, но, блин. Такое. Еще у нас есть Амира. Кракерка. 85% одобрения нужно, чтобы она с нами работала. В общем, посмотрим. Королевский визит. Королева Великобритании пригласила вас познакомиться. Давайте, поехали. Анна, четвертая королева Великобритании. Господин Президент, рада приветствовать вас в своем дворце. Разрешаю поцеловать мою руку. Какая честь, благодарю Ваше Величество. Американские президенты не целуют руку королеве с 1783 года. Давайте без этого Ваше Величество. Ладно, давай. Приятно иметь дело с джентльменом. Видно, что хотя бы в Америке настоящие мужчины не перевелись. Не то, что в Британии. А куда же подевались местные джентльмены? Вы пригласили меня, чтобы я целовал вам руки. Трижды кланяюсь и прошу объяснить причины столь высокой аудиенции. Давай вот так. Последний джентльмен принца Роберт разбил сердце своей матери и миллионам англичан. Вот больше джентльменов и не осталось. Что же стряслось с Робертом? Дайте угадаю, он не хочет быть принцем? Вас так беспокоит его увлечение шик-шоком? Давайте вот так. Не знаю, хочет ли он быть принцем, но у Роберта совсем нет времени выполнять свои монархические обязанности. Роберт, женатый мужчина, связался с Ритой Хирон. А актрисулькой из, господь дай мне сил, из идиотских сериалов для шик-шока. У него весь компьютер завален фото этой проходимки жена Роберта. Единственная, кто ни о чем не догадывается. Это всего лишь любовница, что-то особенного. А мне нравится Рита Хирон. А вы не слишком драматизируете? Поверьте, нет. Если о его похождениях узнают журналисты, нас всех распнут. На днях Роберт снова отправится в США, якобы на охоту. Он изо всех сил пытается выглядеть заядлым охотником, хотя все знают, какая именно дичь его интересует. Я пригласил вас, чтобы попросить об услуге. Можете ли вы сделать так, чтобы эта встреча была для них последней? Почему этим должен заняться именно я? Ладно, я подумаю, что можно сделать, не хочу этим заниматься. Давай так. Во-первых, потому что решить эту проблему сама я не могу. У королевы сейчас не столько власти, сколько было сто лет назад. А во-вторых, я уверен, что ввиду последних событий вам нужны союзники. Если вы поможете королевской семье с этой напастью, мы станем вашими верными друзьями. Так и будете попробовать что-нибудь сделать. Вот, извините, у меня нет времени на эти глупости. Я попробую, мне обещаю. Благослови вас, Господь. А вот и Роберт Ох, надеюсь, он нас не подслушивал. Может быть, вы пригласите моего сына поохотиться где-нибудь с этой Ритой в место, где вы сможете все контролировать и провести небольшую спецоперацию. Позову его в Кэм Дэвид, там на каждом углу камеры и мои люди. Вы что, намекаете на убийство? Может быть, бросим их в Гуантанамо? Давай так. Боже, упаси, конечно, нет. Я что, похожа на убийцу? Уверена, вы придумаете что-нибудь лучше. Так что, попробуйте пригласить Роберта куда-нибудь поохотиться. Давай. Блин, скажи точно, что ты хочешь от меня. Потому что вот это я не знаю, ни убийство, ни убийство, ни убийство, спецоперация, непонятно что. Скажи точно, что ты хочешь обезделал с ним. Доброе утро вам. Здравствуйте, господин президент. Рад видеть вас в Великобритании, в стране лучших охотников. Если у вас есть время, могу показать вам свою коллекцию раритетных ружей. Я бы хотел увидеть ваше ружье в деле. Ничего в этом не понимаю, я против охоты. Это звучит как вызов. Вы приглашаете меня на охоту? Сегодня я собираюсь в США, хочу подстрелить парочку американских антилоп. Вы знали, что оленям гулять лучше, пулять лучше в грудинку, а лосям в оковалок. Многие неопытные охотники путают. У антилоп нет таких частей тела, в Америке не водятся антилопы. Приглашаю вас на охоту в свою резиденцию в Кэм Дэмит. Всего вам доброго. Приятно было повидаться, но вынужден вас оставить. Нужно наточить свой охотничий нож. Ну, мы знаем, какой нож он точить будет, да? Вульф Хайт, глава секретной службы. Сэр, прямо сейчас десятки вебкам-моделей стоят у здания Верховного Суда. Все они одеты, как школьницы и скандируют. Брентона в тюрьму. Этот Брентон владелец сайта PornBug. Недавно его обвинили в том, что он обманом втягивает в секс-индустрию несовершеннолетних. Суд Брентона оправдал, но многие актрисы пережили то же самое и жаждут мести. Хуже всего, что вокруг них собралась толпа защитников. Им всем ничто не стоит дойти до Белого Дома. Может быть, нам стоит поддержать девочек, пока их фанаты все тут не разнесли? Блин, но если он... Несовершеннолетних втягивает в это, конечно, нужно его наказать. То в смысле? Джулиан Гиллард, государственная секретарка. Сэр, час назад звонил президент Венесуэлы и требовал позвать вас к телефону. Вы были на встрече, да и он не смог внятно назвать причины звонка. Только твердил что-то про воздушные границы, поэтому мы предложили ему поговорить с вице-президентом. Он рыкнул что-то на испанском и бросил трубку. Учитывая импульсивность господина Лиарда, быть может, вам стоит перезвонить ему и извиниться за произошедшее, пока он не раздул международный скандал. Давай. Элли. Дорогой листал утром в соцсети и увидел опост твоей бывшей. Попробуешь угадать, что она думала учредить старушка Кейт? Ладно, все равно не догадаешься. Она решила наступить на грабли дважды и снова выйти замуж. Думаю, мы должны послать ей подарок. В конце концов, ты столько лет занимал должность ее супруга. Да и надо бы поздравить смельчака, который стал твоим преемником и взвалил на себя эту ношу. Давай я куплю им подарок. Давай. Давай. Исчезнувший президент. Нам нужен хакер, да? Скорее всего, хакер нужен будет. Спасение птенца. Так. Вытащить Динамея из лагеря. Блин, у нас особо тут нечего... Нечего делать. Окажите юридическую поддержку президенту Бразилии. Давай. Гаврель де Алмейда, президент Бразилии. Господин президент, коллега, надеюсь, вы меня поймете. Старый мой друг, друг моей семьи. Лукас Борде. Он уже пять лет занимается бизнесом в Америке. Держит сеть ресторанчиков, панелазиатская кухня, лапша там, пальчик и оближешь. Мы это читали. Ему нужен юрист. Да, Дэби, давай. Огнище. Вульфхайт. Сэр, когда толпа вебкам-моделей и их фанатов дошла до Белого дома, я лично вышел и пообещал девушкам, что дело Брентона будет пересмотрено. Клинусь, я впервые увидел на лице Лесли Биг ненаигранное удовольствие. Девушки разошлись по домам, а прокурор уже объявил о подаче апелляции по делу Брентона. Надеюсь, этого подонка засадят. Хотя видео у него и правда ничего. Плюс 0,9%. Элли. Дорогой, я отправила подарок на свадьбу твоей бывшей. Не обижайся, но подарок забавный болванчик, похожий на тебя. А с ним открытка. Подарок для него, чтобы было у кого спросить совета, и для нее, чтобы всегда помнить о главном. Невеста юмор оценила. На одном из фото как раз запечатлен момент, когда она с улыбкой показывает наш подарок жениху. Джулиан Гиллард. Сэр, неловко это говорить, но после того, как вы 7 раз перезвонили президенту Леардо, он ни разу не ответил. Весь Белый Дом начал подшучивать над вашим телефонным романом. Но есть и те, кто открыто критикует вас за то, что вы ведетесь на манипуляции сумасшедшего тирана из страны третьего мира. Минус 0,2%. Капец, блин. Тварь, блин, не отвечает мне. Я потом ему не отвечу. Укротить животных. Так. Ладно. Погнали сюда. Да. В следующий месяц. Сумма к оплате 1 337 000. Вот это падение на 25%, конечно, да. Конечно, такое. Ничего не скажешь. Грустно все это, грустно, дамы и господа. Ноябрь 2022. Ежемесячные дивиденды. Блин, у нас опять расходы превышают доходы. Это такое. Господин президент получил целую пачку документов на выезд. Теперь я могу кататься по работе в любую точку мира. Уничтожить скульптуру. Вернанд Чухли. Господин президент, как ловко ваш человек пробрался в этот так называемый дом ужасов. Видел в твиттере гневную тираду Арчи Вистера о том, что вы растопили все восковые экспонаты в его доме главного злодея Америки. Обведения растянулись на 12 твитов. Но полицейские лишь развели руками. Нет ни свидетелей, ни улик. А без них эти слова пустая болтовня. В итоге в рапорте причины инцидента указали банальный сбой климат-системы. Хорошая работа. Вычислить Трубин Гуда. Господин президент, ваш аналитик провел у нас достаточно времени, чтобы вникнуть во все данные, собранные моими людьми. И вчера сказал, что готов лично отчитаться перед начальством. Видела, у него флешка на 100 гигабайт, забита данными на ублюдка, укравшего у меня деньги. Надеюсь, это поможет нам вычислить преступника, а ловить его уже наша забота. Окей. Спасти друга президента, Габрель де Альмейда. Господин президент, большое спасибо за помощь. Ваш юрист нашел сразу несколько несостыковок в материалах обвинения. А еще пригласил на суд знакомого бухгалтера. Тот вместе с судьей пересчитал каждую цифру накладных. Все оказалось четко и без обмана. С Лукаса сняли все обвинения, и теперь он снова радует посетителей вкусной лапшой. Благодарный за поддержку малого бизнеса, он будет перечислять в ваш благотворительный фонд немного средств. Каждый месяц 50 тысяч. Нет, нет это самого. Нет людей сейчас. Джозеф Ричардс, основатель компании Space Air. Господин президент, спасибо, что продали мне несколько баллонов воздуха из Белого дома. Конечно, доставить этот груз в Северную Корею было непросто, но заказчики остались очень довольны. Надеюсь, это не шпионы какие-нибудь. Хотя я же продавец воздуха, а не спецагент. Откуда мне знать? Плюс 400 тысяч. А что они с помощью воздуха сделают? Да ничего. Джакобо Юрок. Господин президент, у меня на указательном пальце правой руки выросла огромная мозоль профессиональная болезнь киллеров. Отправите меня в отпуск. Конечно. Что пишут? Америка готовится к промежуточным выборам на этих выходных. Эксперты предсказывают минимальный разрыв в партийном противостоянии. Йоханна Рецута, Just DC. В подвале главы Национальной Федерации Индии Гумберто Тунца обнаружили подпольный бойцовский клуб индюшек. Героем, раскрывшим преступление, стал садовник Тунца. По его словам, он просто заблудился по дороге в туалет и услышал душераздирающие крики птиц. Сможет ли новая глава NFE Милли Сандерсон вернуть доверие американцев? Берта Гловер, Лэпфордат. Арчевистер. После обсвобождения из тюрьмы, куда меня упек так называемый президент, я успел завести много друзей в Конгрессе и Сенате. Заверяю, там нашего главнокомандующего поддерживают еще меньше, чем поддерживаем мы. И этот созыв ничего не изменит. Первые результаты. Так. Дорогой, тебе, наверное, не терпится узнать первые результаты промежуточных выборов в Конгресс. Рассказываю об интересующих нас округах. Начну со своей любимой Ванды. Она переиграла Бобби Гейтса на опыте и при нашей самой широкой поддержке. Считай, помолодела на десятки лет. Вуди Панета уверенно победил в Чикаго. Тони мне так и не рассказал, как вам его удалось подловить. Но не сомневаюсь, что за яйца вы его прихватили крепко. Во Флориде в своем округе ожидаемо победил Де Бака. Хорошо, что он на нашей стороне. В славном штате Вашингтон победил Дин Мэй. У тебя еще есть время завербовать его, пока не начнется новая сессия Конгресса. Рич Бак Уолтер остался представителем своего калифорнийского округа в Конгрессе. Неплохо в Эстонии нашли союзника. Чего уж там. Он нам еще пригодится. Что же до Техаса, Невады и Джорджии. То там, скорее всего, во многих округах потребуется пересчет голосов. А в том числе тех, что нас интересуют. Как только победители станут известны, я тебе сразу сообщу. Давай. Соланж Виардо. Господин президент, рада приветствовать просвещенного. Да-да, мне про вас многое известно. Заинтригованы? Жду вас на разговор. Приезжайте в Париж и супругу берите президентка Франции. Окей. Элли. Дорогой мой кузен, Безил в беде. Пару дней назад он куда-то пропал, но никто не забил тревогу. С ним такое частенько случается. Безилу всегда нравилось убегать из дома, кататься на поездах и заниматься другими вещами, которые нервируют полицию и маму. В свои 30 с хвостиком Безил бродят не только абы где, но и абы с кем. Вот такое письмо сегодня прилетело мне на электронную почту. Ваш брат в заложниках. Если хотите получить его целыми невредимыми, переведите 100 биткоинов на мой кошелек. Надеюсь на ваше благоразумие. Не хотелось бы портить лицо такого красавчика. Отправлю на бандеролью... Отправляю бандеролью его аппетитную кудряшку. Каждую неделю я буду присылать по новому кусочку сладкого Безила. Полная схема расшленения лежит в оттаче. К Рождеству вы сможете собрать полный комплект и даже не думайте обращаться в полицию, я вижу все. Не знаю, что он натворил, но лучше в этой истории не попадать на передовицы. И просто заплатить не вариант, тогда из нас начнут делать дойную корову. Любые проходимцы. Так что прошу тебя разберись с этим кошмаром тихо. Мне еще не хватало приколов с твоим братом, блин. Обелить федерацию индеек не могу. Что по предметам у меня? Что по предметам у меня? Так. Так, так, так. Мадам Президент. Поддержать автопром 10 миллионов. Нормально. Давай еще с душевого президента. Дружище, пусть мы с Вейсом никогда не были корешами, я все-таки ходил с ним в один покерный клуб. Так что, если он где-то в Мексике без штанов и воспоминания о том, что было после того пакетика чистейшего порошка, мы должны ему помочь. К тому же твоя первая леди приказала мне заняться этим делом. Вдруг Дью решил сменить правильную сторону на поганый эстеблишмент. Пока ничего не понятно, но предлагаю взять мозги и мускулы не прогадаешь. Блин, давай, короче, юзанем эстабу. Дружище, ну что, готов отынуться по полной? Этого пакета хватит на всех. Отлично, позависали, дружище. Уверен, после такого тимбилдинга твои ребята будут работать еще старательнее. Блин, Джакобо Юрок, вы че? Ты че? Ты че? Хочешь зарабатывать в шесть раз больше? Нет. Прощайте навсегда, господин президент. Надеюсь, вы найдете себе такого же человека, как я, который будет вам по карману, и мы с вами никогда не пересечемся. Заебись. Я ради тебя, в принципе, эстабу и заюзал. Ладно. Погнали. Дружище, наша Элли волнуется, потому что старина Фейс давно не появлялся на публике. А вот почему волнуюсь я, наш уважаемый начальник секретной службы, как-то особенно напряжен. Ты, может, и не заметил, но твою охрану удвоили. На крыше появился снайпер, а пароль начали менять трижды в час. Я просто не успеваю за всем уследить. И поверь моему опыту, такое усилие... Такое усердие обычно значит, что кто-то уже успел крупно облажаться. Хайт как раз трется у твоего кабинета. Дай-ка выведем его на чистую воду. О, нет, господин президент в опасности! Что? Где опасность? Вульф Хайт. Сэр, вы в порядке? Ха-ха, ну я вас разыграл. Парни, отбой! Господин Истал, вы понимаете, что это все серьезно? Да, Тони, зачем постоянно устраивать клоунаду? Хайт, а ты что так напряжен? Что-то скрываешь? Даже не знаю, кто из вас хуже. Тот, кто якобы тебя защищает, но не может пранк от угрозы отличить. Мы знаем, что вы сделали с Фейстом, но этот президент в ваши руки не попадет. Это оскорбление моего профессионализма. Работа секретной службы защищает господина президента любой ценой. И мы, как настоящие патриоты, делаем ее честно. Тони не хотел оскорбить вас, он просто заботится о моей безопасности. В таком случае вам точно известно, где сейчас Фейст. Выкладывай, почему тогда усилили охрану этот приказ. Сэр, есть, сэр. Хочу вас заверить, я действовал строго по протоколу. И там сказано не подвергать господина президенту лишнему стрессу на выяснение обстоятельств. А обстоятельства вокруг сэра Фейста все еще не прояснились. Ага, я так и знаю. Что случилось с Фейстом? И как я могу доверять свою жизнь такой секретной службе? Мне грозит опасность. Давай, что с Фейстом? Он пропал. Сэр Фейст умеет уходить из подслежки нехожей вице-президента Эстабы. Да еще и всю прислугу в доме научил обводить нас вокруг пальца, чтобы он мог сбежать куда-нибудь подальше от глаз и ушей спецслужб. Мы пытались поговорить с ним строже, все уходят в отказ. Как прикажут защищать того, кто сам этого не хочет? В последнее время он проворачивал это особенно часто, и причина нам неизвестна. Возможно, сейчас он где-то в Мексике. Или на Гавайях. Возможно, как видите, особых причин для беспокойства нет. Но раз газетчики подняли шумиху, мы должны были принять меры. Новости о слабости спецслужб могут раззадорить какие-нибудь горячие головы и привести к неожиданным последствиям. Что вам еще известно? Может быть, свободен, вы все правильно сделали. Что еще известно? Ничего особенного, сэр. Бывший президент ввел разгульный образ жизни после развода, и сейчас мои люди ищут его по всем борделям и притонам в стране. Как только что-то узнаем, сразу доложим вам. Честь имею, сэр. Приступай к своему обязанностям. Давай, Гульф. Дружище, нет, ты видел? В свое время спецслужбы были гордостью страны, а не ее позором. Что бы ни говорил хай, старина Фейстер редко пропускал две встречи в покерном клубе подряд. Предлагаю съездить к нему, возможно, найдем какие-то улики, которые прошляпили наши уважаемые защитники. Еще можно попробовать пообщаться с прислугой. Припоминаю, что как-то Фейст хвастался, что уходить от слежки ему помогает водитель Фред. Возможно, кому-то из твоих людей удастся убедить Фреда в наших добрых намерениях и развязать ему язык. Как будем действовать? Взломать компьютер Фейста и искать зацепки. Соблазнить водителя Фреда и выведать тайны Фейста. Спросить у подписчиков, не видели ли они Фейста. Давай так. Шеф, если Сарфейст успешно скрывается от секретной службы, это еще не значит, что он умел хранить свои цифровые тайны. Ноутбук в его доме был явно для отвода глаз без службистов, хотя по нему Сарфейст только играл в онлайн-шахматы, отвечал на письма фанатов и покупал цветы своим пассиям. Правда, одна деталь все же показалась неинтересной. В последнее время он постоянно заказал цветы и дорогое вино на один тот же адрес. Я пробил этот адрес. Это адрес его бывшей жены. Может, стоит поговорить с ней? Дружище, как только я услышал новость о том, что Фейс частенько навещал бывшую, сразу решил ее набрать. Конечно, по телефону Венди ничего важного нам не скажет, поэтому я пригласил ее на вымышленный прием в честь выдающихся женщин Белого дома. Голос у нее был грустный, но она уже едет сюда. Белому дому не отказывают. Поговори с ней, ну, как говорил бы с Элли. Первые леди, я их совсем не понимаю. А вот она умел Фейс выбирать женщин. Всегда умел. Венди Гарднер, бывшая первая леди. Здравствуйте, господин президент. Спасибо, что пригласили. Это большая честь для меня. Еще бы приятно еще раз заглянуть в Белый дом. Вы какая-то грустная, мисс Гарднер. Рад нашей встрече, мисс Гарднер. Что случилось? Рассказывай. Это вы мне скажите? Я так понимаю, никакого награждения не будет? Почему я здесь? Ваш муж пропал. Фейс все еще у вас? Я не замужем, господин президент. А до моего бывшего мужа мне нет дела. Венди, нас сейчас не слушают. Я лично проверил. Мы просто хотим знать, все ли в порядке со стариной Дью. В покерном клубе без него совсем не та атмосфера. Понимаете, он говорил, что пока нельзя афишировать наши отношения, что это может поставить меня под удар. Что он очистит свое имя и тогда станет достоин меня. Ох, Дью. Так, Фейс действительно попал в неприятности. Что значит очистить имя? Вы с Фейсом снова вместе? Давай так. Самой большой неприятностью была эта затея с президентством. Я вам доверяю, потому что Дью хотел вам помочь. Да, он пропал и не говорила с ним. Я не говорила с ним уже 12 дней, 22 часа. Он не мог, не мог просто бросить меня. Не сейчас, когда мы вернули то, что потеряли. Может быть, Фейс просто загулял, как обычно делает? Чем он хотел нам помочь? Как думаете, что с ним случилось? Давай так. Политика. Кому-то не понравилось, что он хочет действовать самостоятельно. Вы уж точно знаете, как это бывает, господин президент. Дью не говорил, что собирался сделать и как это поможет. Сказал только, если я пропаду, скажи надежным людям Brockbridge Stock 118-239. Надеюсь, вы сможете разобраться. Страх за наше... Да, наше будущее. Мог подтолкнуть его на отчаянные и глупые поступки. Дью повторял, что вот-вот мы начнем с чистого листа, что, может, у него и нет власти, но есть информация. Знаете, он даже писал мемуары. Спасибо вам, мисс Гарднер. Обещаю, мы разберемся, что случилось с Дью. Все это звучит, как обычная авантюра в духе Фейста. Вот так. Спасибо, господин президент. Знаю, это кресло меняет людей, желаю вам к концу срока остаться человеком. Спасибо. 118-239. Оу, май, это же ячейка в банке. Дружище, Венди и Фейст снова вместе. Я не верил до последнего. Старый засранец боготворил ее никому никогда. И слова плохого не позволил сказать. И это после всех тех проблем с разводом посреди президентского срока, которое Венди ему устроила. Я узнал, что Брокбридж Сток – это хранилище за городом, А-118-239, номер ячейки. Место особенное. Мне пришлось постараться, чтобы пробить его. Анонимность там ценится настолько высоко, что ни документов своих клиентов, ни их лиц персонал никогда не видит. Ключ от титановой ячейки в единственном экземпляре хранится у владельца. Отправим кого-нибудь посмотреть, какие тайны хранил там Дьюфейст. Отправить дрон с рентген-оборудованием на склад и просканировать нужную ячейку. Пустить в соцсетях слух, что ячейка заминирована. Давай дрон. Шеф, такие уже давно используют в аэропортах, поэтому достать от них была не проблема. Я отвлек внимание охранников сигнализации и незаметно пролетел между рядов ячейк. Много интересного видел по пути, но в ячейке 118-239 только пустота. Разве что выглядела она потрепанной, будто ее вскрывали недавно, а потом кое-как закрыли. Дружище, слышал, в ячейке Фейста оказалось так же пусто, как в его сердце. Еще не читал новости. Этот подлец бросил Венди. Чарли Туфик выпустил расследование, в котором очень убедительно доказал, что Фейст сменил личность и сбежал куда-то в страну третьего мира. А еще продал секреты Америки ради собственной безопасности. Оказывается, в ФБР давно прощупывали его по какому-то старому коррупционному делу. Вот трус и бежал, поджав хвост. Нет, я знаю, даже по делу Вистера сори на Дью проходил, но тогда доказательств ни у кого не было. Но разве это теперь важно? Куплю Венди цветы, такая женщина, а совсем одна. Написать твит. Люди просто исчезают с улиц. Иногда невыносимо хочется бежать из Америки. Многим не нравится жить в США. Давай так. Проклятый эстеблишмент делает нашу жизнь невыносимой. А все потому, что наше общество слишком нетерпимо. Спецслужбы слишком активно вмешиваются в нашу личную жизнь. Эстеблишмент! О, сука, какой эстеблишмент! Но это не повод бросать любимых. Разве где-то лучше, чем на родине? Мы никого не держим. Только вместе мы исправим Америку. Возвращайтесь поскорее. Скатертью дорожка. Куда пропал президент Фейст? Вы же не верите журналюгам? Не президент, а клацающий по буквам болванчик. Я лично в Америку никогда не вернусь. Дыра. Ну и не возвращайся. Скатертью дорога, как говорится, если не хочешь. Рейтинг вырос на 1%. Анжей Красава, конечно, много-много зарешал тут. Дебби. Господин президент, Бен не просто ворует у меня еду, но еще и назвал мои фирменные сэндвичи с тунцом, ядом и помоями. Такой наглости я больше терпеть не смогу. Или я, или он. Бен уволен? Блин, мне юрист нужен, а специалистов вообще не с прессой у меня много. Господин президент, я знала, что нужна вам. Спасибо. Замечательно. У меня вообще людей не остается. Просто супер. Антонио Истапа. Дружище. Только-только улеглась история с той сонной болячкой, как вот тебе новый привет из секретных китайских лабораторий. Называется папиломолезная ветрянка. Видел фото в интернете. Жуткое зрелище. Начинается с пары бородавок, а потом кожа покрывается наростами. Сегодня на шее той уборщицы с шикарными ногами. Я видел что-то подозрительное, похожее на первой стадии болезни. Я слишком молод, чтобы покрыться чешуей. Давай-ка в обязательном порядке привьем весь Белый дом новой вакциной. Ее многие критикуют, но я уверен, это просто очередной припадок паранойи у антипрививочников. В обязательном порядке нет, только в добровольном. Ванда Блэк, руководитель департамента внутренних расследований. Сэр, жители одного из районов Бруклина пожаловались на резкий рост преступности. Мои люди все выяснили, что на целый район было выделено всего три полицейских патруля. Оказалось, застройщик элитного жилья попросил местного комиссара полиции Джо Уайта об усиленной охране нового респектабельного квартала. Он и перенаправил все патрули туда. Прикажете отправить этого ублюдка в отставку, пока слухи о его коррумпированности не навредили всему правительству? Да. Прикажу. Обращение Майла. Это кто такая? Дорогой, это тебе не понравится. А мне звонила Майла, хотя мы договаривались, что это можно делать только в экстренных случаях. Она сказала, что хочет перевезти Адама в Калифорнию поближе к океану. Врач рекомендовал. Она присмотрела там дом за 2 миллиона долларов. Деньги немаленькие. Знаю, знаю, ты скажешь, что она просто села нам на шею. Мне тоже начинает так казаться. Оно речь о нашем сыне. Я не понимаю, почему наш сын живет с какой-то Майлой. Че за Майла, блять, заберите его себе. В чем проблема? Нахрена платить какой-то бабе непонятной 2 миллиона, 500 тысяч, там еще 100 тысяч каждый раз? Дадим ей денег на покупку дома? Элли, речь о здоровье ребенка. Конечно, мы дадим Майле денег. Пусть продаст дом, который мы ей купили, хватит на что-нибудь простое в Калифорнии. Элли, ты ей слишком много позволяешь, пора приструнить Майлу. Легко сказать, нет, ты же с ней общаешься. А я каждый раз слышу голос Адова на фоне, и тогда рациональные доводы не помогают. Ладно, пора спустить Майлу с небес на землю. Совру что-нибудь про хвост ФБР и грязные благотворительные счета. Нахрена этот прицеп в виде Майла? Она журналистам что-то растрезвонит, и вообще ГГ будет нам. Мадам президент. Разработать программу цензуры, да, у нас есть? Так. Нам пригодится специалист по связям с общественностью, который поможет понять логику американских лолов. Еще не забудьте прислать программиста, чтобы создать алгоритм для анализа американского типомышления. Давай. Антонио Стабо. Дружище, я был прав, твоя сотрудница заболела папиломолезной ветрянкой. Жаль, что мы вовремя не привились. Теперь журналисты только и занимаются тем, что ищут бородавки на всех наших фото. Минус 0,2%. Ванда Блэк. Господин президент, после отставки Джо Уайта, комиссара полиции Бруклина, за него вступились простые патрульные. Говорят, в городе давно не хватает рабочих рук, смены длятся сутками, а в этих условиях шеф делал что мог, распределяя патрули по городу. Ведь новый богатый район, дополнительный риск, поэтому он и направлял туда больше людей. Честно говоря, я от него слышал это оправдание, но мы ему не поверили. Блин, от полицейских благородства не ждешь. Блин, ну этот вообще... И хрен пойми, могло оказаться, что если бы я его не уволил, потом бы вскрыл, и что он там занимался какими-то коррупционными схемами, и сняли бы, блядь, 15%. Ну вот в жопу. Наркотрафик мы ограничить не сможем. Добыть бриллиант. Что здесь нужно? Кристофер О'Брайен, охотник за редкостями. Господин президент, не хочу хвастаться, но я довольно знаменит в кругах обеспеченных ценителей редкостей. Я много чего достал для господина Фейста, и именно он порекомендовал обратиться с моей просьбой к вам. Недавно клиент рассказал, что еще со времен отцов-основателей, рядом с одним старым домиком в Южной Каролине, точнее, пока сказать не могу, зарыт, редкий бриллиант. Он готов выложить за него хорошую сумму, но есть две проблемы. Первая, точные координаты бриллианта утеряны, поэтому домик со всеми пристройками, вероятно, придется снести. Вторая проблема вытекает из первой. Это дом исторической ценности, и стоит он на государственной земле. У меня к вам предложение. Я раскрываю местоположение дома, а вы добываете бриллиант за процент от продажи. Думаю, для этого дела нам нужен настоящий спец по законам, о недвижимости и культурных ценностях. Найдется у вас такой? Ну, Дебби. Как бы Дебби. Так, нам нужно что-то продать, чтобы у нас бабки были. Доклад о коррупции в администрации не надо. Компромат на подчиненных не надо. Список информаторов ФБР. Сводки спецслужб. Так. Ну, давай. Господин президент, я знаю людей, для которых этот список окажется бесценной информацией. Хотя, что это я? У всего есть цена. А тут она просто вышеобычная. Готовы расстаться с этой чувствительной информацией? Да, Ной. Благодарю, господин президент, вы только что разоблачили кучу людей. ФБР теперь будут ломать головы, как реорганизовать работу целых отделов. Мадам президент. Франция. Господин президент, миссис, приятно видеть таких высокопоставленных людей. Это Саланж Виардо. Между прочим, президентка Франции говорит нам, добрый вечер, необычное у вас в Европе приветствие. Здравствуйте, госпожа президент, воистину, что, что, простите, здравствуйте. Господин президент, миссис, передо мной вы уже вести себя, можете вести себя естественно. Уверяю, я никому вас не выдам. Я смотрела много французских комедий и знаю, что у вас особенный юмор, но в жизни все оказалось куда интереснее. Стойте, я поняла, вы оба изображаете полную неосведомленность, чтобы меня испытать. О, как же глупо, наверное, я выгляжу. Ничего не понимаю, неосведомленность в чем? Это сейчас я чувствую себя глупым. Да, я читал и прекрасно знаю, что ложа исповедуют три добродетели, скромность, а доброту и отвагу. Что за ложа? Масоны, что ли? Скромность вы продемонстрировали, теперь пришло время для доброты. Будьте так добры, говорите со мной на равных, я готова. Ох, если никто не против, я осмотрюсь в резиденции, вы тут пока поговорите о делах, политике, всем таком. Ого, какой красивый у вас паркет, а что это в той далекой комнате? Пока-пока. Хе-хе-хе, просто улизнула. У вас прекрасная жена. Простите, ей с трудом даются деловые встречи, я того же мнения. Да, она очень непосредственная персона. Я того же мнения. Наверняка она изо всех сил держится за такого особенного мужчину. Я не понимаю, к чему вы клоните. Кажется, вы думаете, что я член какой-то секты. Кажется, нам уже пора рада были познакомиться. Так, ну вот так. Конечно, конечно. Я готовилась и прочла протоколы сионских мудрецов трижды, вам положено быть скрытными. Да, будем править мы из тени. Да будет сотня рук у нас, подобно индийскому башку, и каждый палец будет касаться пружины. Между прочим, наш орден появился во Франции. И кому, как не президенту Франции, вступить в ваши ряды? Я могла бы оказаться для вас полезной. Считаете, что я член Ордена Иллюминатов? Хотите вступить в ряды сионистов и рептилоидов? Думаете, что я иллюминат-сионист? Именно. И в чем же заключается наше могущество? Чего вам не хватает? Вы же президентка целой страны. Вы уверены? Более чем. Я знаю, что членство требует инвестиций, и чтобы получить возможность общаться с мудрейшими, я готова заплатить. Точнее, за время посвящения положить членский взнос на жертвенный алтарь. Вы же меня примете? Возможно, что примем. Прием у нас закрыт. Время принимаем. Не представляете, как я рад это слышать. Как мы это устроим? Я поговорю со старейшими... Со старейшинами. Да вы с ума сошли, я же шучу. Я поговорю со старейшинами. Господин президент, буду ждать знака. Да вас славятся сионские мудрецы и их приспешники. Да воззрят мои очи сияния Нибиру. Аминь. Да вас славится во веки веков. Ох, у меня разболелась голова. Простите, вас проводят к выходу. Всего доброго. Долбанулась на голову Солан Швиарда. Думает, что я масон. Что это было? Солан Швиарда читает слишком много мистических романов. Европейцы все как один поехавший. Просто забудь все, что услышал. Давай, мистические романы. Видимо, у них тут не те романы, что у нас. Я ни слова не поняла из того, что она сказала. Мне показалось, или президент целой страны верит в весь этот бред про мировое правительство? Тебе не показалось? Она верит, что мы с тобой состоим в ордене масонов-сионистов. Просто забудь все, что услышала. С ума сойти можно. Европа полна сумасшедших. Нужно рассказать об этом всем Тони. Он такое любит. Не надо Тони. Тони проболтается кому-то. Блин, уже рассказала. Антонио. Дружище, мне тут Элли такое рассказала. Говорит, эта француженка верит в орден каких-то там иллюминатов. Ничего глупее не слышал. Даже ребенок знает, что их давно уничтожили заговорщики из корпорации. Солан Швиарда. Господин президент, как поживаете в мире сейчас неспокойно? У вас и ваших друзей, наверное, столько дел. Если вдруг нужен надежный помощник, только свистните. Понимаю, я слишком спешу, и так это не происходит. Да, может быть, хотя бы замолвите перед братьями словечко за меня. Да, замолвлю. Господин президент, я этого никогда не забуду. Новый мировой порядок близко. Ой, простите, не стоило мне этого говорить. Боже, какая она странная просто. Вторые результаты. Дорогой подоспелий результат из штатов, где кандидаты шли ноздря в ноздрю. И, в общем-то, по-прежнему идут. Куя, где требуется ручной пересчет голосов, и официальные итоги там подведут не раньше декабря. Благодаря нашей имидж-поддержке, Майк Рибиков с пятой попытки, похоже, сумел стать конгрессменом. Держитесь, девочки. В Неваде Конвербитский, кажется, свое не упустил. Хорошо, что его голос у нас в кармане. Моя любимица Берта Гловер в итоге одерживает победу в Джорджии, а вместе с ней и мы. Хорош. Это то, что мне нужно было услышать. Это то, что мне нужно было услышать. Да. Да, я не могу. У меня люди заняты, и, в принципе, их нет. Заплатить. Ограничить наркотрафик. Дружище, наркотики так и идут через границу с Мексикой непрерывным потоком. А длинноногий Педро тем временем побил мировой рекорд по Стоунфист, и больше в игровом зале не показывается. Обелить Федерацию Индии. К Миле Сандерсом. Господин Президент, очень жаль, что вы не смогли мне помочь уничтожить репутацию индюков. Сюзан была настроена по-боевому, но вас клюнуть не решилась. Не для того мы ее тренировали. Но ничего, я так просто не сдаюсь. NFI еще вернет свое доброе имя. Ну ладно. Ну, блин, я не мог. У меня не было ни людей, ни рейтинга. Так. Отлично. Стресс в команде. Декабрь, 22-й год. Между прочим, ежемесячные дивиденды. Так, это хорошо. Разработать программу цензуры минус 1,9%. Хуан Янь Лин, специалистка по пропаганде. Господин Президент, опыт работы с вашими людьми был просто незабываемым. Пиарщик придумал столько оскорблений, что я могу попасть в трудовой лагерь только за воспоминания о них. Да и ваш программист, настоящий талант его алгоритмы отсеивают 87% обидных для нашего великого лидера мемов. Жаль, конечно, что информация о вашем участии просочилась в СМИ. Надеюсь, обвинения в цензуре будут не такими обидными, когда вы посмотрите на содержание этого жесткого диска. Добыть бриллиант. Вау! Хорош, Дебби! Кристофер Убрайен. Господин Президент, хороший Юрий, знает законы, а умный Юрий знает, как их обойти. И вот уже оказывается, что здание 18 века было полностью переделано во время реставрации в 1982 году. А значит, исторической ценности не представляет. Меня, конечно, кальнула совесть, когда мы его подорвали, но блеск бриллианта затмил все. Покупатель остался доволен, забирайте свой процент. Лям 200. Анжей! Выпил 4 флакона снаторного, чтобы наконец хорошенько выспаться. Будет обидно, если в последний раз мне приснится эта глупая работа. Спокойной ночи, шеф. Анжей погиб. Это как так, пиздец? Блин, он был мне как... Как брат. Такой хороший, на самом деле, хакер. Новый созыв Конгресса сформирован. Правдивы ли слухи, что некоторые конгрессмены получили свое кресло только благодаря господину президенту? Если да, то какие цели он преследовал? Йоханна Рецута, Just DC. В этом году за снегом на Аляску. Жители Вашингтона раскупили все билеты на северные курорты, чтобы на праздники увидеть настоящую зиму, а не только ее печальный призрак. Поль Лерой, журналист-фрилансер. Антонио Эстама. С Рождеством, дорогие мои американцы! Скоро мы с мистер Президент подарим вам новую усовершенствованную Конституцию. Ядерное разоружение. Давид Сидар, премьер-министр Израиля. Господин Президент, я хотел поблагодарить вас за разумную политику, которую вы ведете. Благодаря вам наши соседи, кажется, впервые в истории готовы говорить с нами на человеческом языке. Я не удивился, когда узнал, что вы решили заработать на документах о нашем проекте. Бизнесмены бывшими не бывают, а компромат был убойный. Спасибо, что хотя бы и не продали эту информацию Турции. Вау. В знак благодарности передаю вам этот скромный подарок. Раритетный револьвер Дьюфейста. Коллекционеры оружия готовы за него друг друга перестрелять. Я не преувеличиваю. Спасибо. Элли. Дорогой, скорее всего, результаты выборов уже не изменятся. Новый созыв палаты представителей соберется в январе. А пока, если у тебя еще осталась возможность кого-нибудь перетянуть на свою сторону, обязательно ею воспользуйся. Это последний шанс. Если же ты сделал все, что мог, набери стерпение и подожди следующего месяца. Саланшвиарда. Господин президент, знаете, что я делаю по вечерам, когда заканчиваю с государственными делами? Перечитываю труды философов просвещения. Руссо, Лока и прочие. Поверьте, для Неофита я знаю более чем достаточно. Неужели дело в чем-то другом? Не говорите ничего, я сама все понимаю. А вот небольшой стартовый взнос, примите его. Нет. Господин президент, моя воля сильна, а вы даже не представляете насколько. Не, типа, рофлить на дне это одно, а уже деньги брать за это такое, наверное, другое не стоит. Эшли Марш Доуэлл, помощница федерального прокурора. Господин президент, за этот год тюрьмы пополнились тысячами заключенных. На улицах стало безопаснее, а в бюджете штатов пусто. Нам просто нечем кормить всех этих мелких воришек и наркоманов. Я предлагаю объявить некоторым из них амнистию. Ничего страшного, они не натворят. А чтобы общественность не возмущалась, подадим это как великодушный подарок Санте на Рождество. Что скажете? Давай. Клара Лоуренс, представительница общества матерей Техаса. Господин президент, говорят, что для матерей не бывает чужих детей. Так должно быть и для государства. В странах третьего мира тысячи сирот с трепетом смотрят американские рождественские сказки, ожидая, что и в их жизни однажды появится добрая фея крестная. Или президент крестный, который выделит деньги из бюджета, чтобы привезти хотя бы дюжину детишек на Рождество в Штаты. Уверена, такую щедрость оценят не только дети, но и общество. Вы не хотите стать тем самым президентом? Давай. Вольган Штофель, советник по науке. Ой, опять он какую-то херню придумал про душу, про еще что-то. Ой, сэр, романы Люциуса праха называют пророческими ужасами. Они посвящены реальным трагедиям. Первый про пожар в ночном клубе, второй про крушение лайнера. Суть в том, что написаны они были до того, как эти события произошли. Сейчас прах заканчивает новую книгу. Она выйдет аккурат к празднику и расскажет про теракт на рождественской ярмарке в Чикаго. Спецслужбы проверяют праха и пытаются найти логическое обоснование феномену, но пока безуспешно. Давайте перестрахуемся и заплатим автору, чтобы он переписал концовку своей истории. Нет. Сэр, после того, как вы отказались заплатить Люциусу праху за переделку концовки страшного Рождества, я с ужасом ждал наступления праздников. Каждый день я следил за событиями на рождественской ярмарке в Чикаго. Но, как ни странно, ничего необычного, ни одного теракта или даже конфликта за скиночный товар. И все же я не смешу радоваться. Золо умеет выжидать годами, чтобы нанести неожиданный удар. Очень надеюсь, что вам не придется пожалеть о своем решении. Эшли Марш Долл. Господин Президент, на Рождество охранники в костюме Санты даровали свободу 500 заключенным. Мы ожидали всплеска преступности, а вместо этого получили письма благодарности от матерей, которые встретили праздник со своими детьми. Это было почти так же приятно, как подсчитывать, какую часть бюджета мы сэкономили. Плюс 0,6%. Клара Лоуренс. Господин Президент, славами не передать, что я пережила, когда потерялся один из сирот, которых мы привезли на Рождество из Восточной Европы. Вместе с полицейскими я облазила каждый закоулок и помойный контейнер. Малыш нашелся в парке. Он хотел спрятаться там до отъезда группы, когда понял, что Америка в его жизни не навсегда. Я сама чуть не пустила слезу, когда его плачущего посадили на самолет до дома. Да еще эти журналисты, которые фотографировали несчастного малыша, всю душу вынули. Минус 0,2%. Замечательно. Ох уж эти журналисты, мать их. Антонио Эстабо, дружище, а это Виарда не слабо на тебя насела. Совсем сумасшедшая. Как сейчас вообще верит... Кто сейчас вообще верит в иллюминатов и сионистов? Это же прошлый век. Самая устаревшая теория в мировом правительстве. Но раз наша госпожа Президент так мечтает вступить в лужу, мы можем этим воспользоваться и неплохо подзаработать. Я придумал кое-что мистическое и феерическое, дружище. Элли. Дорогой, надеюсь, ты не забыл, что в этом месяце сотрудникам полагается премия. Они отлично поработали и заслужили поощрение. Так, новые события. У нас, блин, три человека. Действовать незаметно у меня нет, блин, незаметного. Поднимайся, Канада, премиальный фонд. Что это такое? Дружище, ты уже здесь, отлично, давай располагайся, я пока тебе налью. Задачка оказалась не из простых, мое уважение хитрому засранцу, но мы с тобой тоже не первый день в бизнесе, так что давай разбираться. Напомню, в чем мы должны разобраться, то никакая выпивка утра на дворе, плесни мне из-за дела. Так, в чем разбираться? Дружище, мы же с тобой даже не выпили. Помнишь тот лям, который украли у премьер-министрки Австралии и отправили твоей благотворительной организацией? Мы ищем того, кто это сделал, сдадим его Нгуен, и тетка отвалит нам кругленькую сумму. Хорошо пошло, раритет из погреба Рича Бак Уолтера. Ладно, ладно, хватит болтать, давай уже поговорим о том, что за умник щелкает счета премьер-министров, как орешки. Начать расследование. Ядрить персональный фонд. А вот такого еще раньше не было. Начнем с того, что мы знали до этого. Атака была не на личный счет премьер-министра Австралии и Нгуен, а на благотворительный счет. Почему ограбили именно фонд Нгуен? Кто-то захотел свести с ней личные счеты. До счетов остальных богачей добраться сложнее. Нгуен тратила деньги фонда на личные нужды. Личные счеты, думаю. Для сведения личных счетов атакуют личные счета. Поверь мне, ну же, дружище, это самое простое. Да, это была самая легкая часть. Кто-то решил наказать Нгуен за растрату денег благотворительного фонда. Но вот что не сходится. В политике такое сплошь и рядом. У наших вообще золотые слитки из трусов сыплются прямо на выходе из Конгресса. Но миллион-то перепал тебе. Что двигало преступникам? Он пожертвовал деньги фонду и хотел их вернуть. Он думал, что совершает хороший поступок. Обыкновенная жажда наживы. Да, он как Робин Гуд. Да, дружище, я тоже пришел к такому выводу. Как и сказала Австралия, очевидно, за этим делом стоит человек наивный, а не коварный. Меня вот еще какая деталь зацепила. Судя по анализу активности нашего хакера, в Даркнете он взламывает чужие счета и сидит на форуме хактивистов строго с 12 до 13 и с 19 до 22. На СВВР жестко дрючили такие вещи подмечать. Что значит это рабочее расписание? Хакер занимается взломами прямо на рабочем месте. Хакер занимается взломами только в свободное от работы время. У хакера ограничен доступ к интернету. Или к компьютеру, не суть, да, дружище, в самую точку. А это уже кое-что интересное. Выходит, наш ловкий киберразбойник живет по строгому расписанию. Что ж, мне кажется, мы можем предположить, что скрывается под явно стебным ником Грэнтпа. К какому выводу ты пришел, дружище? Все очевидно, Грэнтпа это женщина глупенькая и наивная. Скорее всего, это пациент-лечебница для душевно больных. Только они верят в доброту и живут по расписанию. Тут и думать нечего, Грэнтпа явно какой-то школьник. Согласен, наш благородный воришка всего лишь какой-то малой. Грэнтпа. Этот шутник решил, что он тот самый умный, но для таких профи, как мы с тобой, дружище, ничего не стоило раскусить его. Эх, как мне жаль, что мы никогда не работали в ФБР вместе. Были бы как Клайф и Боберт, великие сыщики-суперагенты. Чур, только я старый бабник Клайф. Ну ладно, дружище, пойду сверюсь со списками. Астралийцы внесли в него 589 человек с достаточными для такого непростого дела уровнями интеллекта и талантами в программировании. Круг поисков серьезно сузился, мы близки к разгадке, все благодаря командной работе. Найс. Дружище, я сверился со списком. На взлом такого уровня в Австралии способен только один вундеркинд. Лахлан Кёльн, 16-летний пацан, который в 9 лет победил на самой престижной студенческой олимпиаде Австралии по криптошифрованию и пропал с радаров. Кроме успехов в математике и программировании, в школьных газетах, которые я нашел в интернете, он упоминается как известный зачинщик драк, в основном против хулиганов, в два раза его старше и крупнее. Сомнений никаких. Лахлан и есть наш благородный киберразбойник Грэнпа. Не знаю, как тебе, дружище, а мне жалко отдавать мальчишку в руки этой злыднингуен. Лахлан нахулиганил, конечно, и заслуживает наказание, но точно не такого, какое ему устроит госпожа премьер-министр. Только скажи, я организую экстренную эвакуацию Лахлана и его семьи в США, пока Нгуен до него не добралась. Ей скажем, что расследование провалилось. Как поступим, дружище? Согласен, Тони, мальчик не заслужил тюрьмы, даю разрешение на эвакуацию. Международный скандал не нужен. Пусть с Лахланом разбираются правительства Австралии. Эвакуюруем их с условием, что мальчик будет работать на меня. Мне нужен хакер. Дружище, такой прагматичности я от тебя не ожидал. Понимаю, что он взламывает счета влиятельных людей мира ради развлечения, но постараюсь не сломать паренькую жизнь. Ладно. Ну, норм, все будет нормально. Лахлан Кельн. Дядя Президент – самый крутой дядя, тем более, что своего у меня нет. Дебишоп. Господин Президент, мне завтра не с кем оставить ребенка, могу я взять его на работу в Белый дом? Да, так и быть. Мишель Кюри, глава Международного комитета защиты прав человека. Господин Президент, пока одни штаты превозносят гуманизм и ценность человеческой жизни, другие, вроде Техаса, закупают в тюрьмы цианистый газ для смертных казней. Да-да, тот самый, который запрещен Конвенцией о химическом оружии. Я убежден, что в 2022 году таким вещам не место в лидере свободного мира. Тем более, за деньги налогоплательщиков. Подпишите указ о запрете использования цианистого газа в США. Да. Альфред Мэрина, глава генеалогического общества. Господин Президент, моя прабабушка-потомственная итальянка говорила, знаешь свои корни, знаешь себя самого. За 20 лет в генеалоге я узнал себя до 12-го колена и помог сделать то же самое многим знаменитостям от цары Коки до президента Фейста. А теперь предлагаю составить генеалогическое древо для вас. Уверен, там наверняка найдется хотя бы один король, ну или на ходу и конец герцог. Хотите узнать больше о себе и своих предках? Да, хочу. Хелен Гуен. Господин Президент, очень жаль, что даже ваши якобы лучшие специалисты не смогли вычислить вора, нагло отнявшего у меня целое состояние. Но не надейтесь, что я просто опущу руки и дам себя потопить. Хелен Гуен всегда докопается до правды. Давай, удачи. Удачи тебе, Хелен. Попутного ветра. Будем заканчивать на сегодня. У нас появился новый хакер. Жаль, что Анжей погиб. Он хороший был человек. Хороший человек, на самом деле. В общем, увидимся с вами в следующем эпизоде, дамы и господа. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-каналы группы ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И, как я уже сказал, увидимся в следующей серии прохождения в ССД Президент. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в ССД Президент.